Ангар 18, 1980 Фантастический боевик Ангар 18 был снят режиссером Джеймсом Эл Конуэ, в наше время подвязающимся на ниве сериалов. В США фильм прошел незамеченным, лента не добралась до кинотеатров и сразу же была выпущена на видеокассетах. Между тем, Ангар 18 – это отличное кино на космическую тематику. В фильме рассказана история двух астронавтов, которые в момент приземления своего челнока стали свидетелями посадки НЛО. Вернувшись на Землю, астронавты пытаются разгадать тайну летающего объекта, который был захвачен американскими спецслужбами и отправлен в загадочный Ангар 18. То, что узнают герои фильма, поделят их жизнь на до и после. Козерог 1, 1977 Фильм о вымышленной экспедиции американских астронавтов на Марс, обыгрывающей знаменитый лунный заговор, просто не мог не заинтересовать советских чиновников от кинематографа. Кроме того, в США фильм с треском провалился, и его можно было приобрести за копейки. Козерог 1 продублировали на Мосфильме и в 1980 году выпустили на советский экран. Фильм стал хитом в СССР. Залы были забиты битком, многие зрители ходили на несколько сеансов сзади. Сюжет Козерога 1 повествует о том, как высокопоставленные чиновники НАСА решают фальсифицировать готовящийся полет на Марс, после того, как выясняется, что система жизнеобеспечения корабля работает ненадлежащим образом. Астронавты вплоть до запуска не подозревают, что планы руководства изменились. За пять минут до старта членов экипажа выводят из капсулы и отвозят на базу в пустыню. Ракета улетает к Марсу без экипажа. Астронавтам же предстоит участвовать в позорном реалити-шоу. Если же они откажутся сделать это, то на Марсе произойдет ЧП. «Бездна» 1977 Еще один голливудский фильм 1977 года, попавший в советский прокат. В 1981 году «Бездну» в СССР посмотрело почти 38 миллионов зрителей. Если бы такой результат был достигнут в США, фильм собрал бы больше, чем самые успешные блокбастеры. «Бездна» — приключенческий фильм о поисках сокровищ по одноименному роману Питера Бенчли, автора знаменитых «Челюстей», экранизированных Стивеном Спилбергом. По сюжету молодая пара Гейл, Жаклин Биссетт и Дэвид, Ник Нолти, прилетели на Бермудские острова, чтобы найти драгоценности с французского судна «Грифон», затонувшего в этих водах много веков назад. Но Гейл и Дэвид и не подозревали, что их приключение обернется столкновением с жестоким наркобароном Анри Клошем. «Вспышка» 1984. Детективный боевик малоизвестного режиссера Уильяма Танета с Крисом Кристоферсом, конвой в главной роли, попал в советский прокат в 1985 году и произвел в нашей стране настоящий фурор. Сюжет «Вспышки» весьма неординарен и может дать фору многим нашумевшим блэкбастерам. Логан и Уайт – агенты приграничного патруля. Их начальник Брук дает подчиненным задание установить датчики движения в пустыне по запросу федерального правительства. При выполнении этого поручения Логан и Уайт обнаруживают полузасыпанный песком джип, в котором находится винтовка, 800 тысяч долларов и человеческий скелет. Агенты выясняют, что джип попал в аварию в 1963 году. Находка едва не стала для Логана и Уайта роковой. После того, как выяснилось, что водитель джипа был каким-то образом связан с убийством Кеннеди, ФБР начинает настоящую охоту за агентами. Полет навигатора 1986-й В январе 1990 года в советский прокат вышел научно-фантастический фильм для подростков «Полет навигатора», снятый студией Уолл Дисней в 1984 году. Сказать, что этот фильм совершенно провалился в США, нельзя. При бюджете в 9 миллионов он собрал 18. Однако студия, видевшая в полете навигатора стопроцентный блокбастер, была разочарована таким результатом и с удовольствием согласилась продать неликвид в СССР. В нашей стране фильм посмотрело больше 30 миллионов человек. 12-летний юный навигатор Дэвид Фриман становится почти столь же популярен среди советских детей и подростков, как Алиса Селезнева или Электроник. «Полет навигатора» — это чудесное кино, которое сегодня прекрасно смотрится. Особенно его можно порекомендовать детям. Вот такие замечательные ленты провалились в США, но были восторженно встречены в СССР. А вы смотрели какие-то из этих фильмов? Делитесь в комментариях. Еще больше статей про кино на моем канале. Подписывайтесь. Удачи!